Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать как сэкономить заряд вашего аккумулятора на iOS 13 Начнем с того, что экономия заряда будет где-то примерно плюс 30% это примерно 2-3 часа к вашему аккумулятору работы то есть, чтобы натаскать с собой пауэрбанк или зарядное устройство нужно посмотреть это видео до конца будьте внимательны то бишь, необходимость достижения желаемого результата зависит от 5-6 шагов то есть, какие-то пункты вы знаете, какие-то нет начнем с того, что снижение яркости экрана, это обязательно то есть, на максимум не ставить желательно, очень много идет потребления на это, поэтому акцентируйте на это внимание, убрать фоновое обновление что это касается оно убирается автоматически, когда вы включаете режим энергосбережения это вот этот то есть, уже в два раза уменьшается производительность, частота то есть, и автоматически падает конечно же все эти фоновые обновления дальше это идет касается сотовых данных ставите только ползунки над теми приложениями и как бы функциями, которые вам необходимы то есть, по первоначальности по требованию то есть, по Wi-Fi это работает естественно те же самые в принципе то есть, никаких фоновых обновлений не будет, потому что, уже когда вы включаете режим энергосбережения автоматически некоторые функции не обновляются дальше, это снятие ненужных проверок отправки данных Apple это мы заходим в настройки конфиденциальность опускаемся в самый низ вот аналитика, здесь тоже убираем все ползунки ничего здесь не должно отправляться реклама, ограничение рекламы, там это не важно системные службы геопозиция вот здесь вот здесь ставите над теми приложениями опять же, которые вы пользуетесь чтобы ничего никогда не пользовалось само не включалось и пользовалась спросом только тогда когда вы именно используете само приложение только тогда будет работать эта функция что дальше важно системные службы вот здесь так же само убираете все абсолютно оставляете только то, что вам необходимо это там калибровка компаса найти iPhone настройка системы поиск сети там и бла-бла-бла только все под себя это все отключаете особенно вот этих 3 пункта анализ iPhone маршруты и трафики популярны рядом это вы все отрубаете оно вам не нужно все, это очень занимает много потребления энергии смена обоев вот ставите темные обои так же самое, как на главный экран как на заставку это тоже идет потребление энергии когда какой-то белый, светлый светлая обоина и я думаю, вы сами понимаете не нужно ничего здесь объяснять убрать виджеты здесь виджеты у меня здесь только одни виджеты которые на быстрые команды относятся как бы остальные виджеты пожирают вашу оперативную память тоже идет потребление энергии но это уже смотрите под себя нужно вам это или нет ну и дальше самое простое это отключение VPN сотовых данных и Wi-Fi самое большее здесь потребляют сотовые данные не знаю почему хоть на бете версии это IS-13 либо же просто какая-либо IS Wi-Fi всегда меньше идет потребление трафика как бы и самого энергии телефона то есть сотовые данные однозначно отключаете VPN тоже Wi-Fi можете пользоваться как бы особо оно не тратит телефон не греется и более-менее стабильно работает все вот эти вот 6 пунктов обратите внимание я выложу все в описании и вы сэкономите плюс 30 процентов как я говорил плюс 2-3 часа работы к вашему iPhone если вам понравилось это видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал прожимайте колокольчик чтобы потом не пропускать мои новые видео субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok